О графах без треугольников и о том, сколько бывает кубиков, чтобы пробить весь куб. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас знает, насколько много нужно нарисовать ориобинография. Если известно количество вершин, n штук, известно, что там нет ни одного треугольника. И какой же ответ? Можно сказать, сколько всего там. Понятно, то есть ответ не знаешь. Сейчас речь пойдет о кубе размером n на n на n и его единичных кубиков. Будем считать, что два кубика бьют друг друга. Ну, если они находятся или вдоль оси абсцисс, или вдоль оси ординат, или вдоль оси оприкат. Ось оприкат, оси абсцисс, оси ординат. То есть один кубик сдвигаешь и попадаешь в другой. Так вот, в таком случае кубики, будем говорить, что бьют друг друга. Сколько требуется выделить наименьшее количество кубиков, чтобы все были бы пробитаны? Давайте я нарисую такую картинку. Вот, скажем, если у нас куб размером 2 на 2, единственное, его долго рисовать. Поэтому не очень, на самом деле, хочу сейчас на это тратить время. Ребята, можно вы поверить, что два на два, ладно? Вот это вот, кубик два на два. Ну, там невидимые линии, невызимые, да, и так далее. Их всего 8 штук. Так вот, если возьму крайний вот этот и крайний вот этот, то понятно, что вся конструкция будет пробита. Значит, я уже могу писать некоторые ответы. Значит, у меня будет такая табличка N, а здесь будет F от N. F от N это наименьшее количество кубиков, которыми можно пробить целиком куб N на N. Все понятно? Так вот, когда N равно 1, понятно, что нужен один кубик. Когда N равно 2, нужно 2 кубика. N равно 3. Ну, здесь я сразу скажу, если я 2 на 2 на 2 рисовал с большим трудом, то, наверное, 3 на 3 это вообще... Конечно, кубик кубика все себе представляют, но рисовать на доске совсем не хочется. Поэтому предлагаю следующую вещь. Я рисую квадрат размером 3 на 3, а вот на какой высоте будет находиться кубик, я буду просто показывать число. Здесь пишу единицу, здесь пишу двойку, а здесь тройку. Господа, пожалуйста, проверьте, что если возьмешь в одном углу кубик, потом возьмешь... Здесь у нас останется кубик 2 на 2 на 2, вот там вот так вот, то есть 2 кубика на втором слое, а вот эти вот на третьем слое. Пожалуйста, постарайтесь увидеть, что все будет пробито. Ну вот давайте смотрим. Весь этот столбик пробит, согласны? Этот столбик пробит, 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 как здесь. На первом уровне бьют отсюда, на втором уровне бьют отсюда. На третьем уровне бьют. Увидели? Здесь на первом, на втором, на третьем. Здесь на первом, на втором, на третьем. Очень простое правило. Когда я беру квадрат размером n на n и проставляю вот эти вот числа, то нужно, чтобы выполнялось следующее условие. Везде, где нет числа, в соответствующих строчке и столбце должны присутствовать все числа от одного до n хотя бы по одному разу. Вот давайте я сейчас вам здесь напишу так. Скажем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, как бы здесь написать 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Здесь у меня будет 5, 6, 4, 6, 4, 5. Вот проверяйте, пожалуйста. Проверяйте, пожалуйста. Проверяйте, пожалуйста. У меня в каждой клеточке вот здесь вот 5, 6, 4, а здесь 3, 1, 2. Здесь 2, 1, 3, 5, 6, 4. Ну и так далее. Вот вам пример. Сколько кубиков я при этом использовал? Понятно. 6 умножить на 3, 18 штук. Для... Здесь 18, да? Здесь у меня 5 кубиков. Так. Что здесь? Проверяйте. Сколько штук? Восемь. Восемь штук я сделал. Так. Теперь давайте, когда 5 на 5. Это интересно. Вы уже видели, что у меня 5 кубиков я сделал. основную идею. Или нет? Что я сейчас буду делать? Почему нельзя вот кубики по диагонали поставить? Кубики нельзя просто поставить по диагонали, потому что кубик бьет не плоскость, а он бьет только вдоль трехосей. Тогда по диагонали все получится? Нет. По диагонали не получится. Потому что если по диагонали берешь кубик размером 6 на 6 на 6, то будет 6 кубиков. А на самом деле их нужно 18. Представьте себе. Вот у вас есть главный диагональ. Из нее действительно торчат вдоль трех осей. Но... Ну давайте я даже эту картинку нарисую, потому что действительно может быть кто-то не понимает. И так, представьте себе, что вы поставили по диагонали. Я задаю вам простой вопрос. Вот в этой столбике. Замечательно на первом углу. Замечательно на втором углу. А что будет на третьем и на четвертом? Ничего. Надо, чтобы пробили весь этот столбик. А пробивать могут только благодаря вот этим и вот этим. А их всего два, а надо четыре. Нет, к сожалению, идея поставить по диагонали совершенно не работает. Так, для пять на пять. Вот заметьте, пожалуйста. Здесь плюс четыре, пять. Здесь один, два, три. Здесь вот у нас два, два, три. Здесь пять, четыре и так далее. В общем, девять плюс четыре это? Тринадцать штук. Тринадцать штук. Так, для семь на семь. Какие я нарисую квадратики? Каких размеров? Да. Я здесь, заметьте, я здесь разбиваю квадрат. Вот здесь два на два и два на два. Один на один, два на два. На три и четыре на четыре. Конечно. Три на три и четыре на четыре. Три умножить на три это девять. Четыре умножить на четыре это? Шестнадцать. Шестнадцать. Делить плюс шестнадцать, двадцать пять. Господа, я могу окончательно написать гипотезу. На самом деле я все это докажу. Так, на всякий случай, что такое n? В этом случае n это 2k. Плюс один, примите, да? Здесь n равняется 2k. А здесь вот у нас n равняется... Давайте все-таки до конца досчитаем. Это у нас будет 2k в квадрате. Сколько я скажу? Плюс 2k плюс один. По-другому это так записывается. Нужно взять число 4k квадрат плюс 4k плюс 2 разделить на 2. А это, господа, будет n в квадрате плюс один в половину. Ну, в одном случае n в квадрате плюс 1 в половину. Как это записать одной формулой? Да очень просто. f от n это верхняя целая часть n в квадрате. На всякий случай, надеюсь, все знают замечательное обозначение. Есть вот такая штука в квадратной скобке. Называется целая часть. Но, к сожалению, целая часть это движение в сторону уменьшения числа, да? Сдвиг к ближайшему целому, когда вы сдвигаетесь налево. Так вот, придумали два не менее замечательных обозначения. Верхняя целая часть, по-английски называется потолок. И нижняя целая часть, по-английски называется о. Так вот, значит, целая часть, привычная большинству из вас, это в точности то же самое, что нижняя целая часть. И у нас возникает гипотеза. Верхняя целая часть числа n квадрат пополам, это количество кубиков. Давайте поймем, что мы с вами доказали, а что нам еще требуется доказать. На самом деле, мы только что доказали оценку сверху. Мы придумали конструкцию. Вот она, конструкция. Здесь я ее несколько раз нарисовал. Кстати, на самом деле, эта конструкция практически не отличается от этой. То есть, смотрите, можно переставить столбцы, вот эти вот три столбца переставить, да? И переставить строгие. И тогда у вас фактически получится то же самое. То есть, отличие только нумерацией столбцов и строчек. Так вот, я доказал, что достаточно вот такого количества кубиков, чтобы все правильно. Великий непонятный пока наш сейчас вопрос, а почему же верно обратно убрать? Ну, давайте я его даже запишу в качестве отдельного вопроса. Докажем мы это совсем не скоро. Не потому, что это трудно доказывать, а потому, что я хочу показать вопрос. Почему f от n, f от n не меньше, чем n квадрат в половину? Кстати, у этой задачи совершенно роскошная история. Когда она была определена, то, естественно, авторы ее дали, что вы знаете, везде, где могли, но предложили во всевозможные олимпиады. Они ее предложили на всесоюзные олимпиады. И, тогда еще был союз, это было довольно давно. И они предложили на международные олимпиады. И туда, и туда ее вся. По соображениям секретности об этом никому не сказали. И в результате команда нашей страны, это был редчайший случай в истории международных олимпиадов. Дело следующее. В конце апреля, когда проходит всесоюзная олимпиада, решали задачу, которую я вам сейчас рассказываю про эти кубики. Решали. После этого готовились к международной олимпиаде. Приехали на международную олимпиаду. Она где-то в июле того же года. И там им дали кусочек этой задачи. Я потом его сформулирую. Это вот, на самом деле, вот этот кусочек. Ну, правда, еще были просто сформулированы. Вот. И прелесть состоит в том, что не все решили. Понимаете почему, да? Потому что участники международной олимпиады – это тоже люди. Они тоже иногда что-то прогуливают, что-то не замечают, что-то просыпают и так далее, и так далее. Но вот был такой удивительный случай, когда, повторяю, участникам международной олимпиады дали кусочек задачи всесоюзной олимпиады. Это было не специально. Так получилось. Все. Я считаю, что это я все объяснил. Я сейчас решу. Это будет самый тяжелый момент лекции. А потом будет зато хорошая, приятная, другая задача. Надо было сделать следующее. Надо было взять и посмотреть на вот эту таблицу или на эту таблицу или на эту. А это неправильно. Эта таблица неправильно. Ее лучше сотрем. Следующим способом. Вот смотрите, где здесь шестерки, где единицы, где двойки, где тройки. Это все-таки слишком подробно рассматривать нашу задачу. А давайте сделаем так. Вот когда у нас есть пункт размера P на 1, мы проецируем на основании. Пока все понятно, да? Давайте так. Не будем писать, с какой высоты кубик упал. А просто в каждой клеточке напишем, сколько кубиков над этой клеткой располагалось. Заметьте, пожалуйста, здесь у меня каждый раз или ни одного кубика, тогда у меня здесь ничего не написано, или там на какой-то высоте один кубик. Ну, вообще-то, в нашей задаче это было необязательно. Запросто могло быть, что какие-то кубики расположенные, ну, я не знаю, там, скажем, у вас здесь вот, скажем, расположенные не слышно. Тогда мы могли бы сделать просто. Здесь писать не 3, а перечислять эти высоты, да? Так вот, давайте сделаем так. Не будем смотреть на высоты. Просто напишем, сколько кубиков. Во что тогда превратится вот эта таблица? Здесь будут нули, а здесь будут что? Единицы. А здесь будут нули, а здесь будут единицы. В общем случае, в таблице какие-то числа могут быть чем? Нулями. Ну почему нет? Нулями, да. Не единицами и не нулями. То есть, где-то несколько кубиков могут быть, да? Тогда там будет какое число. Мы приходим к следующей задаче. На самом деле, ровно она была на международной олимпиаде. То есть, вот, лимма, которая нужна для решения всесоюзной, она была на международной в качестве отдельной задачи. Итак, пишу. На самом деле, это будет переформулировка этого вопроса. Но вот я его напишу. Задача. Таблица размером n на n заполнена целыми неотрицательными числями. Таблица n на n заполнена целыми неотрицательными числями. Для любого ее нуля. Ну, то есть, строго говоря, для любой клетки, в которой написан ноль. Сумма чисел, соответствующих строки из столбца, не меньше, чем число n. Докажите, что сумма всех чисел таблицы не меньше, чем n квадрат пополам. Повторяю. 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 Заметите, что если я решу эту задачу, то я отвечу на вкус. Потому что, когда я брал проекцию и писал количество этих самых кубиков, то как раз получалась такая табличка. Вот. Вот. Вот она, задача международной олимпиады. Решение потрясающих сил. Решение потрясающих сил. Решение потрясающих сил. Основано оно на следующей идее. Когда у вас есть таблица, то вы можете посмотреть у нее суммы по всем столбцам. То есть, в каждом столбце посмотреть, чему равна сумма этих соответствующих чисел. Ну и вы, естественно, можете посмотреть по всем строчкам. И здесь будут какие-то суммы, 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 суммы. Понятно, что это всего два N числа. N столбцов и N строк. Согласны? Конечное множество. Значит, среди этих чисел можно взять самое маленькое. Вот. Давайте это количество я и рассмотрю. Ну, поскольку в этой задаче строчки и столбцы равносильно, можно в случае чего все перевернуть в относительной диагонали, то давайте для определенности я буду считать, что какая ее строчка. Например, вот эта. Вот эта строчка имеет самую маленькую возможную сумму. Давайте сумму обозначим буквой M. Итак, пишу M. Минимальная сумма строки из столбца за одной. Потому что мы рассматривали... И в эти добычи. Мы сначала смотрели и строчки, и столбцы. И здесь взяли самое маленькое число. Но можно не ограничить общность и считать, что это, например, строчка. Итак, вот она строчка, где сумма самая маленькая. Пока все понятно? Скажите, пожалуйста, например, если сумма будет N или больше. Вам понятно, что все уже хорошо? Почему? Потому что у нас N строчек есть. В каждой сумма N. Ну, N на N – это уже N квадрат, да? Даже больше, чем надо. Даже если сумма будет N пополам, уже все хорошо. В каком случае проблема? Ну, если сумма будет маленькая, правильно? Меньше, чем N пополам. Если честно, мне не важно, какая она там будет. Мне важно, чтобы вы понимали, что речь идет о не очень больших суммах. Потому что если сумма N или больше, то задача уже автоматически решена. Замечательно. А числа, ребята, целая и не отрицательная. А чтобы сумма N чисел была бы не очень большой. Что там обязательно должно быть? Нули. Абсолютно, в железном порядке, абсолютно обязательно там будет какое-то количество нулей. Ну, на самом деле, не очень понятно, какое. Потому что, ведь возможно, что среди чисел у нас есть не только единицы. Так-то мы бы хотели сказать, что тут будет N минус M нулей. Но это неправда. Нулей может быть больше. Потому что, если здесь у нас числа не только единицы, то тогда мы гораздо быстрее наберем M и нулей нужно будет еще больше. Но! Мы точно можем сказать, что в этой строчке по крайней мере N минус M нулей обязательно должны быть. Почему? Потому что, если будет меньше нулей, то сумма, даже если из единиц складывать, будет слишком большой. Пишу. В этой строке В этой строке не меньше, чем N минус N нулей. Может быть больше, но меньше не может быть. Так вот, я выделю ровно N минус M нулей, а остальные, неважно, нули это не нули, буду считать обычными числами. Так, кстати, я здесь пишу их подряд. Надеюсь, вы понимаете, что это вовсе не обязательно. В принципе, они могут как разливку быть. Но при перестановлении столбцов, в нашей задаче ничего не меняется. Согласны? Поэтому, в принципе, спокойно можно взять и отсчитать равнехонько N минус M нулей. Вот. N минус M. А здесь у нас M столбцов. В принципе, может быть, здесь мури есть, а может быть и нет. Это мы не знаем. Но мы знаем, что здесь все люди. Так вот, господа, я сейчас очень легко оцени сумму чисел этой таблицы. А именно, там, где у меня просто столбцы, я воспользуюсь вот этой идеей. Там, где у меня точно нули, я воспользуюсь условием задачи. Что сумма не меньше, чем N. Повторяю. Там, где я вот в этих M столбцах, я просто говорю, что в каждом столбце сумма, по крайней мере, M. Потому что M это была минимальная сумма на строчке по столбцам. Значит, сумма всех чисел таблицы не меньше, чем M умножить на M. M штук в каждом сумма не меньше, чем M. А вот, для таких, интересно, что сделать? А очень просто. Я смотрю на строчку из столбец. В строчке сумма равна M. В строчке из столбце, по условию задачи, она должна быть не меньше, чем N. Значит, в столбце она не меньше, чем сколько? N минус M. Значит, надо к этому еще прибавить. N минус M умножить на N минус M. Это, конечно, не N квадрат. Это, конечно, не N квадрат, но это не меньше, чем N квадрат. Давайте я сейчас для всех объясню, в том числе для старшеклассников. Но для старшеклассников все просто. Когда у вас есть отрезок длины N, который разбит на два куска. Когда у вас есть отрезок длины N, разбитый на два куска, N и N минус M, то у вас здесь сумма квадратов этих отрезков. Что это такое на самом деле? Сумма площадей наименьшая, когда середина. Потому что, когда вы сдвигаетесь от середины, то у вас большой начинает расти гораздо быстрее, чем уменьшается маленький. Но, повторяю, расскажу это сейчас для тех, кто, что называется, совсем ничего не знает, кроме как скобки вставать. Надо просто взять и раскрыть скобки. Получится N квадрат плюс N квадрат минус 2NM плюс M квадрат больше или равно чем N квадрат в половину. Ну, замечательно. M квадрат и M квадрат это 2M квадрат, еще умножаем на 2. Будет 4M квадрат минус 4MN плюс 2N квадрат больше или равно чем N квадрат. Ну, господа, если вы этот квадрат замените на 0, а если вы уберете, то получите преизвестнейшее неравенство, что 2M минус N в квадрате не меньше чем 0. Ну что, первую сегодняшнюю задачу мы решили. Очень хорошо. Так, все понятно? Все, отлично.